следующей частью реализуем каталог товаров на сайте принципиальное отличие от реализации раздела новостей стоит только в том что каталог все элементы товары помещают в иерархию разделов то есть строится такое иерархическое дерево категории принцип работы коптинцев компонента здесь не меняются для реализации каталога используем комплексный компонент каталог создаем структуру хранения данных тут прошу обратить внимание что при создании типа инфоблока указываем галочку использовать древовидный классификатор элементов по разделам производим настройку параметров каталога делаем настройку символьных кодов символьные коды будут автоматически генерироваться из названия это нужно нам для того чтобы чп у каталога работал не по иди а по осмысленному тексту пользовательским свойствами добавляем изображение которое у нас будет использоваться для вывода слайдера на детальной странице картинка может быть много делаем поле множество также устанавливать тип изображения чтобы сюда можно было загрузить только изображение у разделов также настраиваем символьные коды аналогично как элементов нам важно чтобы коды были уникальными а также мы будем использовать сервис перевода как раз тот что мы настраивали параметрах чтобы у нас не транс литерация название было а именно перевод меняем подписи настраиваем форму добавления раздела настраиваем форму добавления элемента и нам каталог предоставили виде csv файла и архивы с изображениями мы можем автоматически с помощью штатных средств загрузить каталог на сайт из этих файлов загружаем оба файла в папку и распакован с помощью системы архив с изображениями переходим к импорту из csv производим настройку и импортируем загрузка произошла все товары на месте теперь реализуем вывод в системе есть комплекс компонент каталог который мы будем использовать сам компонент имеет очень богатый фикс стал заточен на реализацию торгового каталога не используемой части мы удали делаем настройку важно если вам не нужно то для списка разделов выключите показ количество элементов разделе включение этой опции существенно увеличивает нагрузку на базу данных открываем верстку как видим по умолчанию нас корень каталога выводится только список разделов а уже при переходе в раздел вложенные разделы товары для этого раздела а у нас корень каталога выводится все товары и все разделы а при переходе в раздел вводится все разделы вложенные и все товары находящиеся непосредственно в этом разделе его вложены копируем шаблон как я и говорил комплексный компонент каталога для нашего случая имеет избыточный функционал поэтому удаляем неиспользуемые файлы самого шаблона нам нужны файлы которые подключаются для корня каталога для страницы категории и для детальной страницы остальные удаляем также шаблоны простых компонентов интересует только шаблоны списка разделов список элементов раздела и детальная страница товара в шаблоне который подключается случае корня каталога удаляем все лишние вызовы компонентов и api у нас остался только вызов компонента показывающего список разделов а нам же еще нужно вывести список товаров очистим также файл подключаем в случае вывода товаров раздела здесь почти все удаляем а нам нужен вызов только компонент списка разделов списка товаров они находятся в подключаем файлы section vertical в файле section PHP все хорошо и вернемся к section PHP который отвечает за корень каталога нам нужно добавить вызов компонента списка товаров просто копируем его из section PHP со всеми вызовами и параметрами единственное нам нужно установить параметр шов LWO section который укажет компоненту что при отсутствии в параметре ID категории из которой нужно вывести товары нужно вводить все товары каталога смотрим публичную часть теперь вывели все те сущности которые нам необходимы перейдем к применению верстки шаблон списка разделов сложнее нежели например шаблон списка новостей из-за реализации в шаблоне более сложные луики но принцип применения верстки такой же как видим список разделов вводится уже как нам нужно резуем теперь список товаров за основу возьмем шаблон лист а не по умолчанию так он более простой так ошиблись где-то смотрим исправляем допущенные ошибки ошибки не допускается только тот кто ничего не делает теперь у нас вводится все как нужно и осталась детальная страница вот эта верстка детальной страницы слайдер с изображениями область текстом и ссылки на следующий предыдущий товар ссылки мы реализуем позже все остальное сейчас также удаляем лишние вызовы в элемент php и лишние файлы в шаблоне простого компонента шаблон детальной страницы так товара имеет большое количество кода мы можем просто его весь удалить и вывести дамп от ары резать копируем верстку и из массива выводим в нужные места нужные данные нам нужно вывести изображение слайдер массив с описание каждое изображение мы можем получить в массиве ары за дисплей property а мг это кстати наш код свойства файл вэл и каждый файл изображения описывается целым набором параметров путь до картинка лежит в ячейке с ключом src но есть нюанс что если изображение всего одно то все параметры сразу будут лежать файл вэл ю а а если изображение несколько то этот набор параметров будет уже лежать в массиве для каждого элемента поэтому делаем проверку определяя какой из случаев наш а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужно подключить файл в стиле. Продолжение следует... Слайдер теперь работает. Оптимизируем код, отличающийся от вывода слайдера, чтобы убрать дублирование кода. Все работает, оптимизацию сделали верно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...